Долгожданная встреча. В Кремле прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Они первый раунд очень сильно проиграли. Какие планы у лидеров? Доза несчастья. Оперативники арестовали двух бобручан. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Чем оборачиваются легкие деньги? Дыхание природы или реальная опасность? На Беларусь движется циклон и ления. Все держится подальше от линии электропередач, рекламных счетов и ветхих домов. Как еще себя обезопасить? А также врачебный прогноз, дорожный контроль и только наличные. В ночь с пятницы на субботу могут произойти сбои в работе банковских карт. Товарооборота до военно-политического сотрудничества. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президенты коротко подвели итоги. Вначале российский лидер подчеркнул, в 2021 страны продвинулись в строительстве союзного государства. Были подписаны ключевые интеграционные документы. Вырос и товарооборот на 38%. Не менее важны вопросы военно-политического сотрудничества. Как отметил Александр Лукашенко, союзники вынуждены реагировать на недружественные действия Запада. Думаю, что и здесь тоже у них вряд ли что-то получится. Они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня уже, смотрю, выходят на второй раунд, пугая весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя и в планах никогда у нас, сколько мы не обсуждали эти вопросы, никогда не было. Но учить людей воевать мы будем, никуда от этого не денешься. Я вчера был на учениях, белорусско-российских, посмотрел и российские подразделения, и белорусские. Много было иностранцев, и журналистов, очень впечатляюще. В субботу лидеры двух стран посетят учения сил стратегического сдерживания, которые пройдут в России. Речь о так называемой ядерной триаде. К слову, в 2021-м Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались шесть раз. Грязный заработок за распространение наркотиков арестовали двух бобручан. Молодые люди работали на онлайн-магазин. Накануне забрали из тайника крупную партию товара и намеревались разложить его в Могилеве. В арендованном автомобиле одного из задержанных обнаружено более 500 граммов альфа-ПВП. Позже оперативники изъяли еще 70 граммов психотропа по их месту жительства в Бобруйске. Подозреваемые арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Только за 2021-й в Беларуси возбуждено более 4,5 тысяч таких дел. В результате употребления психотропов скончались 140 человек. Потребительская корзина. Сенаторы и депутаты повсеместно проводят мониторинги. Смотрят цены на социально значимые товары. В списке 29 позиций. Здесь же стоимость на медикаменты. Контрольную закупку провела и Ольга Васенда. Рабочий день парламентариев начинается с похода в магазин. С собой список, но не покупок, а цен на социально значимые товары. Сперва депутаты Палаты представителей проверяют молочку, крупы и овощи. То, что ежедневно лежит в корзине бобруйчан. В фокусе внимания – торговый центр на Максима Горького. Всего в списке 29 позиций. Среди них вермишель, куры, сыр, яйца, масло, мука, сахар, мясо на кости, а также детские каши и консервы. До конца февраля стоимость на эти товары не должна меняться ни под каким предлогом. Роста на максимум 0,2% допустим только с марта. Для людей, если мы говорим, например, возьмем молоко, то молоко же может быть и в полиэтиленовом пакете, и в тетропаке. И мы должны четко понимать, что упаковка тоже составляет часть ценового диапазона. Здесь действительно на данном торговом объекте все товары, которые входят в группу социально значимых, находятся в пределах допустимой торговой наценки. Дальше Ирина Рынейская, Вера Широкая, Владимир Гацко отправляются в аптеку на Минской. Здесь цены должны быть заморожены на 50 лекарств. В перечне в основном отечественные медикаменты. Есть и импортные. Фиксированная цена на всем известный Ангримакс – 6 рублей 90 копеек. Это стоимость 20 капсул. У белорусского препарата с противовирусным эффектом нет аналогов. Вопросы цен на медикаменты сейчас на особым контроле в марте и Минздраве. Фармацевтические компании и аптечные сети также не остаются в стороне. К этой работе подключились и сенаторы. В эти дни они проверяют стоимость лекарств во всех регионах. Член Совета Республики Сергей Нюховский проводит мониторинг на интернациональной. По поручению главы нашего государства, парламент и правительство проводят мониторинги цен. В первую очередь это, конечно, социально значимые лекарственные препараты. В последнее время роста цен не наблюдается. Есть точечные где-то изменения цен к предыдущему периоду. В Беларуси порядка 500 тысяч человек получают медпрепараты бесплатно. Политика Минздрава направлена на то, чтобы все игроки на рынке были в равных условиях. И частные компании, госпредприятия и государственные аптечные сети. Впрочем, на этом проверки не заканчиваются. Цены под контролем. Ольга Вассенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Молочный бренд, дорожный фильтр и приемная компания. В Беларуси изменились правила поступления в лицеи. О чем речь? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси за минувшие сутки выявили больше 8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Есть надежда, что омикрон скоро начнет отступать. Так с осторожностью прогнозируют медики. Среди детей заболевших с каждым днем становится меньше. В стране ситуация хоть и сложная, но контролируемая. Из 22% перепрофилированных коек занято только 16. Беларусь за 2021 поставила молочные продукты в 55 стран мира. Общая сумма реализованного – 2 миллиарда 700 тысяч долларов. Республика имеет достаточные ресурсы не только для обеспечения внутреннего рынка, но и внешнего. За последние пять лет объем поставок на экспорт вырос на 47%. ГАИ выходные усилит контроль на дорогах страны. В приоритете соблюдение скоростного режима и правил маневрирования проезд пешкодных переходов и перевозка пассажиров. В Беларуси с начала года в авариях погибли 63 человека. 360 получили травмы. Госавтоинспекция напоминает – внимательными и осторожными должны быть не только водители, но и пешеходы. В ночь с пятницы на субботу 19 февраля могут произойти сбои в работе банковских карт. С двух до четырех возможны трудности при расчетах в организациях торговли, пунктах выдачи наличных, банкоматах и устройствах самообслуживания. Процессинговый центр заранее просит извинения. В Беларуси изменились правила приема в лицее. Все вступительные испытания пройдут в одно время. У школьников будет всего лишь одна попытка. К слову, раньше можно было поступить, набрав необходимую общую сумму баллов. Какой-то экзамен сдать лучше, а какой-то хуже. Однако теперь из-за новой системы так сделать не получится. Курс на развитие в Бавруйском районе подвели итоги соревнования по социально-экономическому развитию и отметили лучших. Торжественное собрание и церемонии награждения победителей прошли в театре драмы и комедии. Району есть чем гордиться. Впечатляют экономические показатели. Объем промышленного производства составил 154% в действующих ценах к уровню 2020-го. Экспорт товаров и услуг – 199, товарооборот – 101%. В зале лучшие представители коллективов. Те, кто своим трудом внес весомый вклад в развитие района и области. Первое место у СПК «Гигант». Если говорить о валовом производстве – это 130%. Если говорить о производстве молока – это 168% выше уровня прошлого года. Если говорить о выращивании крупнорогатого скота – это 113%. Профессионализм, который сегодня есть и традиционно был в «Гиганте», он остался на том уровне, который сегодня позволяет эти цифры иметь. Благодаря коллективу, который сегодня и состоялся. Поэтому есть, чему сегодня учиться, есть, что получать. И на этом мы не остановимся. Мы за прошлый год из 12 доведенных показателей Бобруйский район выполнил 9 и недовыполнил только 3. То есть это один из лучших показателей, по сути дела, в области Могилевской. Поэтому мы приросли по экспорту, по импорту. Бобруйскому району идти вперед – однозначно я это вижу. И оцениваю работу Бобруйского района положительно. В числе флагманов – филиалы «Воротын», «Пищевик Агро» и «Совхоз Киселевичи». Заслуженные грамоты, дипломы и благодарности получают более сотни человек. Лейтмотив праздника – год исторической памяти. В фойе участников собраний встречала тематическая экспозиция, посвященная героическому прошлому району, его развитию и становлению. Летящей походкой не успела страна оправиться от штормовой Эльзы, как следом пришел не менее мощный циклон Иленья. В Европе он уже успел натворить немало бед. К выходным порывы ветра в Беларуси достигнут 37 метров в секунду. Надолго ли тренд? Карина Гуревич. Буквально месяц назад белорусы спасались от бушующего циклона Эльза. Он ломал деревья, срывал крыши и даже сносил людей. А уже накануне в страну пришла Иленья. Атмосферные фронты принесли с собой штормовой ветер. Порывы достигают 20 метров в секунду. И это еще не предел. В такую погоду лучше не выходить из дома. Но если пришлось, следует укутываться потеплее. Спрятать лицо, шею и, конечно, руки. Маршрут должен быть максимально безопасным. Все держаться подальше от линии электропередач, рекламных счетов и ветхих домов. Мощнейший циклон лишь подступает к Беларуси, а уже успел пройтись по другим странам мира. И очень серьезно. Ураган со скоростью больше 150 метров в секунду накрыл Польшу. В Кракове упал строительный кран высотой в 30 метров. Два человека погибли. Еще двое – раненые. Ветер ломает дома и переворачивает автомобили. Ураган натворил немало бед и в Германии. В Берлине объявлено чрезвычайное положение. Власти рекомендуют людям не покидать дома. Авиаперевозчики и железнодорожные компании и вовсе отменяют рейсы. Поваленные на рельсы деревья блокируют пути. В некоторых городах штормовой шквал привел к наводнениям. Несколько островов в Северном море полностью затопило. На выходных и линия доберется и до Бобруйска. На субботу объявлен красный уровень опасности. Порывы могут достигать 30 метров в секунду. К ветру добавится дождь и мокрый снег. Термометр покажет до плюс 9. В воскресенье погода сильно не изменится. В целом первая половина февраля оказалась аномально теплой и капризной. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!